МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу новости Сургут-24 в студии Валерия Кудрявцева. В начале выпуска коротко о главных темах. На опережение с 1 сентября на базе Сургутского политехнического колледжа начнет работать новый образовательный центр для 17,5 тысяч школьников. На заправках города вновь изменились ценники. 92-й заметно подорожал, не отстает и дизель. И крупную партию наркотиков изъяли полицейские Сургутского района. Дилеры планировали распространять отраву в Югре и на Ямале. В Сургутском районе завтра стартует отопительный сезон. Тепло готовы подавать в объекты соцкультбытом всего в 123 учреждения. Чтобы получить ресурс, руководители школ, детских садов, больниц должны направить заявки на подключение в коммунальные организации. Накануне районные организации УТВИФ-1, УТВИФ-Лентора, Федоровское ЖКХ и Управление тепловодоснабжения и водоотведения «Сибиряк» в Нижнесартымском уже приступили к заполнению сетей теплоснабжения. Отопительный сезон для жилфода начнется позже. Для этого в течение пяти дней температура воздуха не должна подниматься выше плюс 8 градусов. Бюджет всей кампании по подготовке к зиме в этом году составил 320 миллионов рублей. Завершаются работы по ремонту 9 километров сетей тепловодоснабжения и отведения в Федоровском, Нижнесартымском, Ленторе. Заканчивается обновление и замена восьми котлов на котельных Нижнесартымского, Солнечного, Русскинской и Ультьягуна. Что касается Сургута, то приказ о начале отопительного сезона пока не издан. Больше 7 тысяч детей в Сургуте в этом году впервые сядут за парты. На встрече с журналистами об этом рассказала директор департамента образования города. Как подчеркнула Ирина Замятина, сегодня в школах проходят последние приготовления к завтрашнему празднику и репетиции торжественных линеек. В преддверии учебного года во все образовательные учреждения докупили необходимые учебники и оборудование. Общая численность детей, которые в образовательных организациях, практически из года в год у нас увеличивается на 8%. Это 5,5 тысяч обучающихся, если брать в целом с 1 по 11 класс. Все, что касается антитеррористической безопасности, что беспокоит родителей, все объекты образования на сегодня оснащены в соответствии с постановлением 1006, которые как раз нам регламентируют и требования, которые выдвинуты для объектов образования, это антитеррористическая безопасность объектов. Лидером по количеству первых классов в Сургуте вновь стала 9-я школа. В этом году их 16. В 2022, напомню, образовательное учреждение установило рекорд, дойдя до литера «Я». Директор профильного департамента отметил, что с 1 сентября программа обучения претерпела существенные изменения. Так, например, в урок УБЖ добавили курс начальной военной подготовки, а для школьников с 6 по 11 класс будут проводить занятия по профориентации. Это очень важный, я считаю, курс для наших детей с 6 по 11 класс, который тоже будет осуществляться и вестись по четвергам. Плюс в чем, конечно, я вижу в большей степени, это когда наши дети, может быть, не совсем профориентированы, и когда по завершению школы еще не могут определиться с будущей профессией. Думаю, в любом случае это сыграет определенную роль. Первые в округе с 1 сентября на базе Сургутского политехнического колледжа будет действовать центр опережающей профильной подготовки. Создание ЦОП позволит помочь любому жителю округа как в выборе будущей профессии, так и в оказании помощи в выстраивании собственной образовательной траектории. Подробности у Антонины Сахаровой. На базе Сургутского политехнического колледжа в рамках нацпроекта образования открывается первый в Югре центр опережающей профессиональной подготовки. ЦОПП – это площадка образовательных ресурсов региона. Она содействует предприятиям автономного округа в подготовке кадров с передовыми условиями обучения, в подборе места прохождения практики и преподавателей, а также в обеспечении логистики и оценке качества подготовки. Речь идет о переподготовке и повышении квалификации по наиболее востребованным, а также новым и перспективным профессиям. На базе Центра опережающей профессиональной подготовки, так как региональная структура, будет создаваться Центр для того, чтобы можно было объединить все ресурсы образовательных организаций, предприятий округа с целью формирования общей базы образовательных ресурсов всего округа. Здесь будут разрабатываться программы опережающей подготовки. Предприятия смогут здесь найти предложения для того, чтобы пополнить, повысить квалификацию для своего персонала, пройти переподготовку. Граждане смогут найти свое творческое, профессиональное долголетие. В помещении Центра будут функционировать различные зоны. Коворкинг, аудитория-трансформер, проектные деятельности, лектории, видеостудия, медиапространство и компьютерный класс. Это компьютерный класс. Здесь предполагается, что будут проходить обучение по новым технологиям, по современным, в том числе с применением информационных технологий. Здесь студенты, граждане, работники промышленных предприятий, предпенсионеры. Это мобильная перегородка, которая делает аудиторию из одной в три аудитории и из трех в одну. Для того, чтобы малыми группами можно было бы также проводить обучение, занимать слушателей. Либо, если, допустим, большая группа обучающихся, она могла бы соединиться аудиторией в одну, в общую. В Центре предлагают разные программы для всех категорий граждан. Начиная от школьников, заканчивая предприятиями и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Хотела бы еще рассказать о том, что Центр опережающей профессиональной подготовки принимает участие в федеральных и региональных проектах. Федеральные проекты, такие как «Билет в будущее», «Проф. Минимум» и «Содействие занятости». И региональные проекты, такие как «Первая профессия». Около 17,5 тысяч учеников 6-11 классов смогут пройти профориентацию. Уже в этом году учебному центру предстоит охватить почти 7,5 тысяч югорчан. Отметим, что в рамках национального проекта образования по поручению президента Российской Федерации предстоит открыть 100 подобных центров по всей стране. Из них 59 уже начали работу. К концу года число увеличится еще на 15. Антонина Сахарова, Айза Алхилаева, Сергей Коликов, Сургут-24. Падать не планируют цены на топливо. Топливо продолжают расти. Стоимость горючего на АЗС по всей стране определяется во многом по результатам торгов на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. За почти полный месяц с 1 по 30 августа тонна 92-го бензина подорожала почти на 4%. И стоит чуть более 63 300 рублей. 95-й бензин, напротив, подешевел, правда, меньше, чем на процент. И сегодня тысяча килограммов этого топлива продают за 70 900 рублей. А вот дизель продолжает стремительно дорожать. Рост за месяц 15 тысяч рублей за тонну. Сегодня его отпускают уже по цене выше 78 тысяч рублей. На заправках Сургута литр АИ-92 стоит от 49 до 51 рубля за литр. 95-й продают в среднем на 3-4 рубля дороже. Дизель отпускают на большинстве заправок в диапазоне от 63 до 65 рублей за литр. Стоит отметить, что данные о розничных ценах по времени на несколько недель отстают от биржевых. В настоящее время на АЗС отражаются июльские биржевые рекорды. Наша съемочная группа узнала, заметили ли сургутяне, что топливо подорожало. Они повышаются? Естественно говоря, я не обращал внимания. Как люди реагируют? Очень отрицательно. Живем в такой богатой стране, в Сургуте, где повышение цен на бензин из года в год. Понижение не предвидится. На бензин? Ну, я, честно говоря, не замечал. Не замечал. Ну, как? Как и все, наверное. Не сильно я хочу, чтобы цены на бензин повышались. Во-первых. Во-вторых, у меня машина дизельная у самого. Для меня это накладно. Если повышат бензин, то и повысится дизель, само собой. А как мне реагировать? Ну, дорожает, дорожает. Больше тратишь денег, соответственно, у тебя меньше денег в кармане остается. Вот поэтому. Которые ты можешь потратить на нужные вещи, и получается, ты должен вынужденно покупать подорогой цене машины бензин. Накануне днем трасса Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск была перекрыта. На подъезде к окружной столице столкнулись три автомобиля. Бензовоз, автобус и легковушка. После ДТП начался пожар, вспыхнуло разлившееся топливо. Это, к счастью, часть легенды крупномасштабных учений, которые организовали Уральское управление автомобильных дорог Центра Спас-Югория и ГИБДД. Полная вводная гласила, что водитель автобуса потерял контроль за ситуацией, столкнулся с автоцистерной, перевозившей авиакеросин. Грузовой автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в легковушку. Машины снесли линию электропередач, опора ЛЭП с проводами под напряжением упала на дорогу, а начавшийся пожар перекинулся на автобус. В нем, в том числе, находились женщины и крупные дети. Также в салоне легковой машины от удара зажало людей. Осложняли ситуации и другие условные водные, среди которых понижение температуры воздуха до минус 36, порывы ветра до 25 метров в секунду, а также метель, разлив топлива и многокилометровая пробка в обоих направлениях. Одна из главных задач – быстро деблокировать пострадавших и потушить огонь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также, выполняя задачи, спасателям и дорожникам предстояло продемонстрировать, как производится оповещение участников дорожного движения об аварии, как эвакуируют пострадавших, тушат возгорания, деблокируют водителей и очищают проезжую часть от последствий ДТП. Подобные командные тренировки проводятся регулярно. В 2022-м работали на трассе Екатеринбург-Тюмень, в 2020-м на автодороге из Свердловской области в Курган. Трасса 404 Тюмень-Ханты-Мансийск является дорогой федерального значения, имеет подъезд к Сургуту, соединяет Югру с Тюменской областью и Ямалом. Общая протяженность автодороги – 1051 километр. Взаимодействие между службами было высокое, последствия были ликвидированы в кратчайший срок. Как я уже сказал, транспорт был убран с проезжей части, спасены люди эвакуированы и был ликвидирован пожар. Были замечания, которые мы доведем, конкретно каждому руководитель нашего учения записывал все эти вещи, доведен. Полицейские в Сургутском районе задержали наркодилеров с крупной партией запрещенных веществ. На 125-м километре автодороги Сургут-Салихард стражи порядка, обладая оперативной информацией, остановили иномарку Киа. В ней находились трое жителей Иркутской области от 32 до 34 лет. В спинках заднего ряда сидений иномарки обнаружили 6 полимерных пакетов. Исследование показало, что это синтетический наркотик общей массой около 3 килограммов. Задержанные рассказали, что получили вещество из тайника в лесном массиве на территории Сургутского района и планировали распространить его в разных населенных пунктах Югры и Ямала мелкими партиями. Возбуждено уголовное дело. Все трое находятся под арестом. Выучить и соблюдать сургутяны, жители района, просят придерживаться правил и рекомендаций, чтобы сохранить жизнь и здоровье при сборе дикоросов. В Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сургутского района рассказали, что в первую очередь в лес стоит брать минимальный набор. Это вода, сухпайки, заряженный мобильный телефон, портативное зарядное устройство и спички. Важно также собрать аптечку с перевязочными и обеззараживающими средствами. Перед тем, как пойти за шишками, ягодами и грибами, следует сообщить родным о месте нахождения. При входе в лес запомнить ориентиры, такие как звуки дороги или положение солнца относительно точки входа, чтобы определить направление выхода. Если все же потерялись, рекомендуется сохранять спокойствие и позвонить в службу спасения по номеру 112. В Сургутском районе за этот год зафиксировано одно ЧП. Недалеко от Ультьягуна пропала 62-летняя женщина. Она погибла. Отмечу, что еженедельно спасателям поступают вызовы о потерявшихся в лесу людях. Всем очень знакомое ощущение, когда приходишь в лес и видишь грибы, и думаешь, а вот один другой, вот еще дальше, еще лучше. И не замечаешь, как теряешь ориентир, где ты находишься. Как правило, люди уверены в своих действиях и считают, что они знают хорошо местность, но тем не менее, есть ряд советов, которые профессионалы рекомендуют перед выходом в лес ознакомиться и строго выполнять. Также в разгар сезона рыбалки в управлении по делам ГО и ЧС напоминают, что на любом судне должны быть спасательные жилеты. С начала весны уже произошло семь трагедий на воде. В Сургутском районе среди погибших двое детей, остальные взрослые. В воскресенье на реке Лямин перевернулась лодка с двумя мужчинами. Один из них утонул, пытаясь доплыть до берега, а другому удалось выбраться. В настоящее время проводится доследственная проверка. Рыбак, который выжил, может стать фигурантом уголовного дела. Многие судоводители маломерных судов, не подлежащие к регистрации в органах ГИМС, ошибочно полагают, что они не поднадзорны этим органам и в этой связи не несут никакой ответственности за допускаемые ими нарушения. Правила пользования маломерными судами и правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации. Это является заблуждением. Судоводители таких маломерных судов подлежат административной ответственности на общих основаниях. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте www.indefisnews.ru и в соцсетях у медиа. Вас еще ждет блок коммерческой информации и прогноз погоды. У меня на этом все. До свидания. Стоматология, акватория, безопасное лечение, лечение под наркозом и седацией, все стоматологические исследования прямо в клинике, гарантия приживления имплантов 99,8. Да, это то, что нужно. Стоматология, акватория. Единственный в округе центр клинического мастерства компании Нобель Биокейр, работающий по мировым стандартам. Стоматология, акватория. Лечение и имплантация зубов полного цикла. Телеплюс. Провайдер то его города. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте. 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд Траектория Надежды. Не грузятся картинки? Пропали лайки и клики? Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. В машину, в автобус, в офис. Реклама на радио. Выгодно, эффективно, просто. Выбери радио. Авторадио, Энерджи, Дача, Русский хит, Лаврадио. Позвони 221 222. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова